Это полный беспредел, это издевание над народом, над хорошим народом. Люди у вас очень хорошие, но причем они очень одинокие, очень бедные и оставлены сами себя. То я вижу как социологское, опять-таки, и это меня поражает. Что псевдо-элиты Украины сделали за этой страной за эти 25 лет. Украина ждала независимой страны, сколько 300 лет, да? Хэтманат был последний, где-то 300 лет. Наконец-то ждала, и что за то? Оказалось, что это второй большей страной в Европе. Украина была самой богатой републикой Советского Союза. С чернознимами, с промышленностью, с образоваными людьми, с армией, с ядерным оружием. Люди, которые взяли власть в 1991 году, за 25 лет этой власти отдали дармо все тузы, все козыры, которые имели почти дармо. Это просто непонятно. Оказалось, что в 2014 году, как дошло до аннексии Крыма, с миллионной армии, с третьей силы, ядерной мира, осталось 6 тысяч солдатов, а Украины пошли защитить добровольцы. И это не вина армии в этом, просто армию раскрыли. Это просто ужас. Нет промышленности. Люди, которых я встречал на Западе, которые уехали, говорили, что для них очень часто Украина, ну кроме патриотов, которые всегда будут патриотами, Украина для них была как зона выживания. Мне это поразило, мне это, для меня Украина, я встречался с таким, это зона выживания. Там никто мне ничего не дал, там никто ничего не помог, там мне просто всю жизнь грабили. И если посмотрите на пирамиду потребностей маслова, на самом низу, есть просто выживание. И это главное, наездка. Люди здесь думают об этом, чтобы выжить, чтобы накармить детей. У них нет возможности экономить, там деньги, например, держать, где-то там ничего, большее количество людей просто выживают. Поэтому у них нет возможности развития. Поэтому, как я приезжал здесь в 2014 году, где-то там смотрел на Запад, и этот капиталистический материализм мне очень там не нравился. Я думал, что здесь в Украине, такое гражданское общество, такое сильное, зродилось и так дальше. Я в это очень долго верил. Но к зажалению потом услышал, потом посмотрел, что это бред, это неправда. Я сделал анализ, анализ кошмарный, ужасный. Украина в 2014 году пошла засчитать добровольно 45 тысяч людей, в тот время несколько миллионов убежало за страны, а там другие несколько миллионов дали взятки и строили дома офицерам военкоматов, чтобы только не идти на фронт. Но так не делается в стране, нет никакого пробуждения патриотизма. Просто кто был патриотом, тот был патриотом. Я никогда не думал, что я буду любить польских политиков и польских полицейских, пока я не приехал в Украину. Я всем, как я приезжал до Польши, и начинают мне кто-то там, знаете, капризничать, говорить, как здесь в Польше есть плохо. Я на него смотрю и начинаю громко смеяться, чтобы их всех послал тут на полгода жизни за 1300 гривен, чтобы они посмотрели, как жить легко и так дальше. И какие это у нас воры, потому что наши польские воры даже до пяток не сжигают вашим элитам. Это ужас просто. Я не знаю, как это... Это просто несправедливо. Это несправедливо. И украинцы абсолютно не заслуживали себе таких элит, как я там. Тем более, что у вас есть куча нормальных людей, куча амбитных людей, интеллигентных людей. Входило одного дня в магазин Силпо подошла к мне женщина. Вижу, что... Ну, пенсионерка. Я вижу потом, как она говорит, что она интеллигентный человек. Какая-то может учителка, может... Она мне попросила, чтобы я... Она видела, что я шоколад себе хотел купить. Мне сказала, что она может мне такой шоколад домашний делать в каждый день, за маленькие копейки, если я ей дам на продукт, и могу я ей купить свою... кисшеную капусту, квасшеную. Мне просто... Мне просто... что это здесь, потому что это опять несправедливое. Видно, что человек, кем-то был. Но сейчас, при этих ценах, которые там... если эта женщина сама и живет с пенсии, ей не выжить. И просто... она остается всегда выбором купить лекарства, ей купить... хлеб, или вообще умреть. Ну, не так эта страна должна развиваться. И с другой стороны, я видел на набережной машину Бентлея, которая каросерия была сделана с крокодилей корзи. Я не знаю, что надо иметь в голове, чтобы... я такой... я всю мир видел, такой машины не видел, в Украине увидел. На каросерии, крокодилей корзи. И это не было не искусственно, потому что это Бентлея был, так что я не думаю, что кто-то себе там положил пластиковый. Сколько это стояло, зачем это? Я слышал, не знаю, это правда, не правда о этих злотых писуарах, унитазах. Чего-то в детстве не хватало кому, чтобы, простите, срать в злотые унитазы. Это болезнь. Я вам скажу по-другому, я на то смотрю уже более как нарколог. Это болезнь, повторяю. Эти люди зависимые от этого бабула. Они кайфуют от заработывания денег, потому что по-другому этого не... не объяснишь. Я очень часто слышу о том, что комплекс... Здесь я бы опять пришел бы к пирамиде потребностей Маслова. Так построено государство, что у них нет выбора. Сейчас... Сейчас... Поэтому... Самое простое развлечение это алкоголь у людей бедных. Секс, алкоголь у людей бедных... может... На самом деле, может, это комплекс неполноценности. Но я причин к этому так сильно не вижу, чтобы вы могли себя так постоянно... Не знаю, не знаю, что... Но одно, что вижу, что система у вас работает отлично, в этом, чтобы вас разбивать, чтобы вы не работали так, как один организм, каждый отдельно. Если каждый отдельно, то вы слабы, не можете этого сделать. Эти люди знают это. У них ресурсы, у них специалисты. Не какие-то гениальные. Они работают свою работу просто.